Есть две проблемы. Одна проблема – это самого Нагорного Карабаха, а вторая проблема – это технический Лачинский коридор. Лачинский коридор должен решаться в соответствии с теми соглашения, которые появятся. Если азербайджанская сторона не выполняет эти соглашения или действует вопреки этим соглашениями, она должна их выполнять. А вообще проблема Нагорного Карабаха, я не думаю, что есть решение без того, что обе стороны пошли на какие-то услуги. Но прежде всего, если говорить об Армении, то в Армении должны решить, а Нагорный Карабах, куда он относится? Он относится к Армении? А что же Армения тогда его не признала? Что же она его не присоединила, когда он был полностью под ее властью? Если сама Армения не признает, что Нагорный Карабах может быть частью армянского государства, то чего тогда Армения хочет от других? Чтобы кто-то за нее признала, а потом принес ей это на блюдечки? Армения должна решить, что для нее Нагорный Карабах. А если Армения будет метаться между Парижем, Лондоном, Тираном, Москвой, Янкарой? Ну, так она долго была, она уже много веков мечется между ними. Тот, кто отвечает за этот договор, кто-то подписывал этот договор, тот, кто участвовал в этом, а там участвовал, раз он трехсторонний, значит, не с три стороны, они и должны действовать. Россия с Азербайджаном, прежде всего, Россия с Турцией, чтобы привести их к тому, чтобы они выполняли этот договор как он. Если у них есть другие какие-то претензии, хорошо, они не должны относиться к самому факту их выполнения договора. Не будет никаких сил, первая сила должна быть во Ереване. Ереване должны решить, что они делают, что они хотят делать. А пока они едут в Париж, ну пусть они решают это с Макроном. Пусть Пашинян договаривается с Макроном. И пусть ждет, пока Макрона решит ему эту проблему. Или с Байденом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова